Всем огромный привет моим зрителям! У меня скоро день рождения, решила испечь торт любимый, то, что мы всегда любим, это сырник, но немножко его приукрашу, сделаю немножко по-другому. Это, я помню, когда я работала еще тут в диспансере, у нас была старшая медсестра Варина Васильевна, она пекла и приносила, я помню, сырник, но в этом сырнике был еще огромный такой слой мака, вот и я решила сделать сырник с маком. Ну, что нам для этого понадобится? 7 яиц, 5 в сыр и 2 в тесто, 450 грамм муки, 3 столовых ложки какао, ложка крахмала столовая и 3 ложки манки, стакан сахара, ванильный сахар и разрыхлитель. Творог у меня, видите, вот такой, здесь у меня больше килограмма, килограмм 100. Но лучше всего взять ровно килограмм, ну, я думаю, если даже будет килограмм 100, ничего, трагедии особой не будет. Дальше я хочу показать, что я сделала. Я помыла мак, сначала его замочила, вот сейчас он мне немножечко стечет, я его проварю в молоке, стакан молока приготовила, и потом добавлю немножко масла, я вам покажу. Сначала его хорошо поварю, когда он будет готов, я стяжу его, потом добавлю туда немного сахара и 50 грамм масла, и хорошо перебью блендером. Это будет такая начинка, но это будет потом. Сейчас нам главное сделать тесто, потому что мы это тесто отправим в холодильник. Что нам для теста понадобится? Для теста нам понадобится два яйца. Яйца хорошие, домашние, жёлтые. Я работаю недалеко, там, кстати, открылся магазин неплохой, и я там купила куры домашние, хочу приготовить куры. Там своя продукция, люди сами имеют там фермерское, я так поняла, господарство, они продают мясо своё, делают свои копчёности, яйца, и плюс пекут хлеб домашний. Значит, так, продолжу. Два яйца, стакан сахара. Так, я это всё хорошенько перемешаю. Так, дальше я добавлю, это именно само тесто, потому что мы потом это тесто отправим в холодильник, сливочное. Но оно должно быть мягенькое. Вот видите, оно какое мягенькое. Я бы просто вот так его заранее вытащила, чтобы оно размягчило. Вот так. И его сюда отправлю. Дальше. Дальше у нас мука, 450 грамм муки. Вот такой у нас пакетик разрыхлителя. Распушивач, тесто. Добавляем вот так. И потихонечку добавляем вот так муку, потому что я сейчас это всё буду перемешивать. Вот так. А потом руками, потому что здесь, вы сами видите, масло, оно не растопленное, а мягенькое. Вот. И я сейчас постараюсь замесить такое тесто. А потом поставлю это тесто в холодильник. Где-то на часик она постоит хорошо. И мы потом... А, самое главное, забыла, забыла. Угадайте, что забыла. Три ложки какао. Я такая, что я не могу, чтобы что-то не забыть. Сейчас я помою руку. Самую изюминку. Я забыла какао. Так, раз, два и три. Какао, кстати, очень хорошее такое. Вот так. И теперь мы хорошо. Вот всё. Без всякой забытчивости. Я ещё раз повторюсь. Два яйца. Стакан сахара. Три ложки какао. Четыреста пятьдесят грамм муки. Двести пятьдесят грамм масла сливочного. И один пакетик разрыхлителя. И мы это сейчас всё хорошенечко вот так замесим. И отправим в холодильник. Так. Вот так у нас тесто мы замесили. Теперь мы отправляем в холодильник ровно на час. А тем временем займёмся творогом. Так. Сейчас мы займёмся быстренько приготовлением начинки маковой. Стаканчик молока. Вот. Я отправляю сюда мак. И пускаю на медленном огне. Будет вариться. Но обычно по рецепту он где-то минут сорок должен вариться. Сейчас он закипит. Я его поставлю на медленный огонь. И пускай он хорошо-хорошо. Так, чтобы прям молоко всё выкипело. Вот. И он хорошо проварился. Так. Нам надо ещё приготовить, растопить масло вот это. Створог. Пока наше тесто находится в холодильнике, мы делаем маковую начинку. И параллельно работаем с творогом. Я беру здесь у меня ровно килограмм сто. Добавляю я пакетик ванильного сахара. Так. Сахара обязательно добавить. Сахара ровно в стакан. Сейчас я беру для сахара. В стакан сахара. Добавляем 100 грамм растопленного масла. Пять яиц. Ещё раз повторюсь, яйца хорошие, жёлтые. Пять яиц. Дальше у нас манки. Три ложечки. Так. Два. Три. И ложка столовая крахмала. Так. А теперь я попрошу Андрюшу, чтобы мне этот творог очень хорошо блендером взбил. Такую хорошую массу нам сделал. А тем временем готовится у нас наша маковая начиночка. Вот. По рецепту там 40 минут на медленном огне. Ну, у меня на пятёрочке, на электрике. Ну, потихонечку. Уже так минут 10 кипятится. Я думаю, что он будет быстрее. И будем готовить начинку. Так, вот такая у нас получилась начинка. Сейчас мы добавим сюда у стакана сахара. И масло мы добавим. Где-то 50 грамм. Вот так. И это сейчас мы всё собьём блендером хорошо. Тесто наше. Видите, как оно? Вот. Видите, какое оно? Теперь мы это всё на две части отделим. И вот так будем натирать. Именно в саму форму. Форму я смазала маслом. Вот так. Хорошо. 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 Так, плотно-плотно, чтобы всю форму, чтобы была хорошо форма, натерта. Так, снежнику, видите, как мы натерли. Теперь мы отправляем мак. Кстати, подождите. Мы же одно не сделали. Это я перетёрла. А просила Андрюша как-то вот так. Надо процедить сначала. Андрюша, меня не послушал. Я забыла. Да, должно было выйти всё молочко. Хорошо, видите. И тогда мы можем спокойно нижний корж положить в мак. Игрюша мне помог. Забыл, я забыл. Его хорошо сбить. А вот до конца не доделал свою работу. Я был. Поздно, вечером мне помогает. Как может, да, Игрюша, скажи? Я-я-я. Старается. Ну, так как-то. Пускай немножечко сейчас хорошо она стечёт. Она стекает. Да. И когда она хорошо стечёт, мы тогда первый слой положим именно мак. А потом уже мы высыпем нашу готовую сырную массу. Давай ещё чуть-чуть подождём. Вот такая у нас получилась мак. Вот такой, тёртый. И мы его постараемся вот так. Сой. Укласс первый. Если кто любит больше мака, может здесь у меня вышло ровно пакетик мака. Мака это где-то, сейчас вам скажу, где-то был стаканчик. Не 100 граммовый, а 200 граммовый. Вот. Но если кто-то любит очень много мака, то, конечно, он может 2 стакана использовать. Ну, я думаю, попробую. Сделаю немного, чуть-чуть. А потом спокойно возьму, залью всё. Потому что я всегда делала... У меня Коля когда-то раз делал, да? Ты же помнишь, он делал с маком. Когда мы жили ещё в Италии, за границей, он говорит, мам, хочу попробовать. Помнишь, как у нас на Захидной Украине, говорит, делала... Твоя, говорит, коллега с работы. Давай, говорит, и мы попробуем. Мы, конечно, один раз делали. Ну, это было в Риме, когда мы жили. Мы делали тогда, помню, ещё творог. Был такой очень много желтков. Такой творог жёлтый-жёлтый был вообще. Ну, вкусно. Конечно, если кто-то любит больше, он может сделать много начинок, большую начинку. Это не с одного стакана, а там два и три. Это тоже забнул. Да. У нас как-то вот так. Затем мы отправляем сверху весь наш творог. Видите? Вот так. Вот так. Всё делал наш Андрюша. Ну, а это я тебя сбиваю. Да. А последняя изюмница этого всего, это остаток. Остаток. Вот так. Остаток нашего теста. И сейчас мы это тесто, как и на низ, мы наверх, хорошо натрем, чтобы полностью закрыть нашим верх. И я вот так потихонечку буду натирать. Это у меня кусочек маленький ещё с того, тесто остался. Вот так. Сейчас беру как раз твёрдый. И вот так буду хорошо. Так, видите, какой у нас получился. Теперь мы его ставим в духовку. 180 градусов. Надо было немножко выше, Андрюш. Это мало. Выше? Да. Чуть-чуть выше. И ровно на час. А я думал, надо было. Вот так? Да. Так ставим. И ровно на час мы ставим. Прошёл ровно час. Светлана уже отдыхает. Уже начало первого. Сейчас его вытащу. Ну, какой шикарный получился. Ну, уже сегодня с форума никто не будет вытаскивать. Он остынет. А уже Светлана сказала, что его с форума вытащит. Но Светлана уже не первый раз это делает. Ну, вкусный. Мне сильно нравится. Молодец, Светлана. Светлана. Продолжение следует...